ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девочки, привет! Привет! Как у вас дела? Отлично! Волнуюсь? Да, волнуюсь. Не переживайте, надеюсь, будет хорошо. Сегодня так получилось. Я сижу в окружении прекрасных дам. А в начале весны, в начале марта, у нас был прекрасный праздник, 8 марта. И педагогический коллектив нашего университета приготовил для прекрасной половины подарок скалодром. Давайте посмотрим видео, как прошло это мероприятие. Цветы и конфеты, все это слишком банально. Мы решили поздравить наших девушек более экстремальным способом. Ну что, друзья, давайте посмотрим. Так, что ты делаешь? Разминаюсь. Что происходит вообще, в принципе, здесь, вот сейчас? Мальчики подготовили игры для всех девушек. Надо еще залезть на верх, взять мешочек для ручки и ловить шарики. Команда «Три кота». Покажи ваш девиз или что, у вас качевка. На, так. Три кота, три феста. Три кота, три феста. Вот так. Так, да, это плохо. Окей, вообще нормально. Только что спустилась в высоте. Какие твои ощущения? Мне очень было страшно. Ну, конечно же, положительная эмоция. Вот так вот сделай, вот так вот. Вот так вот. Да, она специально вот так делает. Так, значит, во-первых, с прошедшим праздником, во-вторых, во-вторых, а дальше что такое у тебя? А это, значит, значок, который я должна прикрепить как можно дальше, чтобы мы обыграли девочек из соседней команды. И как ты думаешь, кто победит? Конечно же, мы победили. А кто мы? Люди как люди. А девиз? А все люди как люди, я суперзвезда. А ты почему не в форме, почему так сидишь? Отдыхаю. Ну, давай неодносложные ответы, чтобы мне не было тяжело. Сижу, отдыхаю. Вот, вот это другое дело. Как вы считаете, стоит ли таким экстремальным способом каждый год поздравлять девочек? Да. А ты как думаешь? Я считаю, что обязательно нужно поздравлять так девочек, потому что девочки у нас сильные, смелые, классные. Это очень крутой опыт, я здесь первый раз, но мне очень нравится. Море адреналина. Как хорошо, когда дают полные ответы. А ты как? Нет. Девчонки, давайте же начнем. На каких специальностях вы учитесь? Так, мы учимся на специальности. Это школьное образование с родным чувашским языком. А почему вы туда поступили? Потому что мы любим детей. И потому что думаем, что дети – это будущее, и кто, если не мы, поможет им вырасти, развиваться. И я думаю, что это очень важно. Вы, получается, будете воспитателями в детских садах? Да. А вот как вы думаете, дети сейчас очень быстро развиваются, они в три года уже умеют… Знают некоторые языки. Знают некоторые языки, да. Умеют в гаджетах пользоваться. Как вы думаете, стоит ли как-то по-особому подходить к воспитанию подрастающего поколения дошкольников сейчас? Да, вообще всегда нужно относиться к детям по-особенному, потому что… И каждому должен быть индивидуальный подход. Откуда у вас появилась вот эта любовь к детям? Откуда? С чего все началось? Может быть, помните вот этот момент? Можно рассказать, что еще была… Когда я была ребенком, мы с мамой шли из садика, и я маме еще тогда говорила, что мама… Ну, я буду учителем, я ей говорила. Серьезно? Да. Но когда я уже поступала, у меня был выбор между учителем или воспитателем, я выбрала все-таки воспитателя, потому что детки, маленькие – это лучше, наверное. От них есть обратная связь. Когда идем, например, в школу и рассказываем какой-то предмет, от детей не всегда чувствуется отдача. А в детском саду от детей до школьного возраста ты всегда видишь яркие глаза, глаза все горят, они все с такой атмосферой, с энергией к тебе подходят, с такой любовью, так любят только именно дети до школьного возраста. В детском саду, наверное, к процессу обучения нужно более творчески подходить. Да, это самое главное. Вообще для нас, мне кажется, самое главное – мы любим творчество. Это даже интереснее, чем, нежели в школе. Вот у вас, мне кажется, настолько широкое, просторное обучение проходит. Вам нужно уметь петь, уметь танцевать, какие-то азы русского, азы математики рассказывать. Конечно. Мы всему этому учимся. А у вас практика проходит в детских садах? Да. Где вы проходили, в каких? Я была в Чебоксарах номер 201 в садике. Я была в ночь в Чебоксарской. И как тяжело вообще? Было нелегко. Было тяжело именно физически. Мы уставали. Здесь просто очень много детей. 20 человек, круто. Даже больше 20. И нужно каждому уделить внимание. Невозможно просто сказать, ты пока постой вот рядышком, а я пока с одним ребенком разберусь. Нет, нужно уделять внимание каждому. И от этого просто ты, ну, устаешь. Да, мы с практики возвращались просто как выжатые лимоны. Хотя всего 4 часа. Вы организовывали какие-то культурные мероприятия, досуг для детей? Как вы творчески подходили? Вот мы у себя в садике один раз участвовали в организации мероприятия. Театральная постановка была у нас. Ну, как бы с нами руководили, мы просто играли роль. А у тебя, Лен? Ну, мы проводили сценки с детьми. То есть одевались разных героев. Кто-то был зайкой, кто-то клоуном. И мы с ними играли, танцевали, устраивали детские дискотеки. Это на самом деле вообще самое интересное. А дети активно идут на контакт с новыми педагогами, с новыми воспитателями? Очень активно. Ты только приходишь в группу, и они тебя уже любят. Они просто к тебе бегут и обнимают. И прям, мы, Елена Геннадьевна, мы вас так любим. Не бросайте нас, пожалуйста, никогда. Не бросайте нас. А какой вот самый, возможно, глупый вопрос вам они задавали? Есть ли какой-нибудь такой вопрос? Надо вспомнить сначала. Да, честно говоря, я, наверное, даже не припомню. Ну, или, может быть, интересный какой-нибудь вопрос вам они задавали. Мне задаются такие вопросы... Которые в ступор могут поставить, мне кажется. Да, это именно детские, которые ты даже не задумывалась об этом. Надо вспомнить пока об этом не могу. Я только помню, что у меня спрашивали, а придет за мной мама? А за мной мама придет? Да, да, да. Конечно, придет. Есть ситуация. Я помню, в детском садике я иногда оставался, когда моя группа уходила, и я неранчилась со мной, я оставалась воспитательницей. У вас были такие случаи? Что вам приходилось вот с одним, допустим, ребенком сидеть? Я заканчивала практику до дневного сна. Я думаю, у меня такого не было. Так же, до дневного сна. Давайте представим такую ситуацию. Плачущий ребенок в магазине, ну, или в любом общественном месте, родители совершенно не обращают на него внимания, оставили его одного. Как вы поступите, что вы сделаете? Как его успокоить, может быть? Что вот нужно сделать, чтобы вот ребенок успокоился? Нужно его отвлечь. Наверное, да. Отвлечь. Доставить какую-нибудь игрушку или даже телефон свой. Посмотри, да. Посмотри, что у меня есть. Или сделать какую-нибудь такую рожу, что смешную, типа, какой-нибудь. И он сразу успокоится. Ну, или хотя бы подумает. Потому что его внимание уже переключится на нас, а не то, что ему не покупают игрушку там и так далее, из-за чего он плачет. Продолжим немножко вопрос о воспитании детей. Чему первому нужно научить маленького ребенка? Вот, ну, допустим, в детском садике. Ясельные группы, они же самые младшие, да? Да. Чему нужно первому научить детей в ясельке? Самообслуживанию, наверное. Чтобы сам кушал. Да. Одевался, возможно. Да. Ну, а вообще, наверное, всему нужно учить. Нет такого, что чему-то первому нужно учить. Все важно все-таки. Все-все сразу. Как бы и играть с ними нужно, и гулять нужно, и чтобы они дружили, не обижали друг друга, потому что в садике это очень часто бывает. А как вы разрешаете конфликт, когда, допустим, два мальчика подрались? Не поделили какую-нибудь игрушку, например. Да. И вроде бы одного жалко, и другого жалко. Сначала нужно объяснить, что вообще ситуация сама по себе очень плохая, или очень хорошая. И нужно как-то прийти к компромиссу, заставить их помириться, и потом, может быть, уже также отвлечь вообще с какой-нибудь другой деятельностью. Ну, или дать, например, за игрушки, дать другую игрушку, вторую. Что, допустим, Вася, ты играешь с этой игрушкой, я вот песен, и вот все. А потом вы поменяетесь. Они прям вместе сказали. Мне кажется, мы договорились. А детей можно наказывать? Нет. Ну, вообще, даже за самый ужасный проступок ребенка нельзя наказывать. И если нужно, то как? Ему нужно объяснить, что так делать нельзя, но наказывать не нужно. Объяснить, почему плохо. Почему хорошо. И как можно было поступить в эту связь. Как избежать конфликта, например. Девчонки, вот вы из факультета дошкольной коррекционной педагогики и психологии. Как вот у вас обычно проходят пары? Может быть, они у вас как-то отличаются от других факультетов? Мы очень часто проводим занятия. Практические какие-то. Да, например, я в образе воспитателя, а вся моя группа в образе детей. И мы достаем там какие-нибудь игрушки и начинаем с ними играть. Ну или проводим точно так же сценки, как учимся. Но мне кажется, это прям больше помогает, именно эта практическая часть, чем просто, допустим, теоретическая. А какие у вас есть особенные, может быть, дисциплины, очень сложные в какой-то степени, которые вас очень отличают от других факультетов? ИЗО и ФИЗО? Ну да, наверное, это методика обучения детей. Например, ФИЗО, физическая культура, или ИЗО, изобразительному искусству и так далее. Там есть еще МУЗО, музыкальное образование. То есть вы, по сути, знаете все. И все, что там можно. Во всему просто вышить. Самые универсальные педагоги. Мы даже учимся играть. Да. Дима? Подожди, играть на инструментах или играть в игрушки? Играть в игры. Играть в игры. Какие игры нужно играть, какие игры вообще не используются. С какими игрушками нужно играть, какие игрушки нужно вообще убрать. Какие игры самые интересные, которые мы вас научили, которые вы знаете, которые вы будете чаще всего использовать в обучении детей? Это подвижные игры. Например. Догонялки, прятки. Ну, не знаю. Ну, вообще различные игры. Это, наверное, будет исходить от того, какой возраст у детей, что интересует их. Все идет от интереса детей. Мы все прекрасно знаем, что у детей вот такого дошкольного возраста бывают проблемы с речью. Они не могут выговорить буквы Р, Ш, Л. Вы скороговорки с детьми читаете? Ну, вообще, да. Да. Должны. Да, должны. И поэтому логопед с воспитателем работают вместе. Давайте проверим ваши знания и умения читать скороговорки. Вот вам список скороговорок. И я предлагаю устроить небольшое соревнование. Кто из вас лучше прочитает скороговорки? Это точно не я. Точно не я. Давайте начнем с первой скороговорки. Всех скороговорок. Кто-нибудь из вас начнет. Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. Молодец. Ну, более-менее. Хорошо. Пол балла. Да, 0-5. Хорошо. Мне эту же или другую? Другую. Другую. Дальше. Бык тупо... Тук... Бык тупогуб. Тупогубенький бычок. У быка губа тупа. Я думаю, тоже можно поставить. Пол балла можно поставить. А вы не хотите, чтобы мы со Светой тоже поучаствовали? Давай, Дим. Да, мы очень хотим. Ну, давайте. Ладно, давай, Света. Третью давай. Да. От топота копыт пыль по пылю летит. По-моему, идеально получилось. Да. Идеально. Сколько у Свети поставить? Пол балла и один балл? Один. Давайте один балл максимально. Свету ты выигрываешь. Твоя очередь. Вез корабль карамель. Наскочил корабль на мель. Матросы две недели. Карамель на мели ели. Идеально. Да. Ну, мы признаемся честно, мы не читали на самом деле. Мы не готовились заранее. Нам специально обученные люди, обученные для поиска скороговорок, дали этот текст опять минут до эфира. Давайте дальше. Стоит поп на копне, колпак на попе. Копна под попом, поп под колпаком. Балл. Да. Балл. Заслужно. Спасибо. На дрове трава, на траве дрова. Не руби дрова, на траве дрова. Прекрасно. Просто балл. Идеально. Балл. Света. Так, давай я. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека руку в реку, рак за руку, греку цак. Балл. Ну, Света молодец. Краб, крабу, сделал грабли, подарил грабли крабу, граблями, граби, краб. Камрал. Сколько поставите? Один, конечно. Ну, думаю, один. Спасибо, Света, спасибо. Давайте дальше. О! Давай. Тридцать три корабля лавировали, 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 да, не вылавировали. Прекрасно. Да. Однозначно балл. Таня. Карл у Клары украл... Клара украл коралла. Клара у Клара украла кларнет. Клара строго коралла Клара за кражу коралла. Ну, полбала. Я тут поняла, что мы сбили с счёту. Нет, я помню, я считаю. Хорошо. Я считаю полбала. Давай теперь я. Пришёл Прокоп, кипит укроп. Ушёл Прокоп, кипит укроп. И при Прокопе кипит укроп. И без Прокопа кипит укроп. Балл. Мы думаем балл. Конечно же, без ошибок. Везёт Сеня Саню, Саней в санках, Санке скок, Сеню с ног, Сеню в бок, Соню в лоб, Севс... Давай. Севсу гроб, хлоп. Браво. Балл. Спасибо. Так, давайте. Не жалела мама мыла, мама мило мыла, мило мыла не любила. Мыла мило, уронила. Прекрасно. Балл. Однозначно. Шестнадцать шли мышей, и шесть нашли грошей. А мыши, что поплоше, шумливо шарят гроши. Какие-то тебе очень сложные скороговорки предлагаются. Я просто... Язык уже устал. Света. Давай. Я тут вспомнила у нас в детском саду, кстати, учили вот этой скороговорки. Кукушка кукушонку купила капюшон. Как в капюшоне он смешон. Это в детстве была моя самая любимая скороговорка. Кукушка. Да. На следующей страничке. Там еще? Да. Ну, очень простая. Давайте я следующую прочитаю. Давай. Давай. Вылет колокол, да не по-колокл... Вылет колокол, да не по-колоколовски. Шип колпак, да не по-колопаковски. Надо колокол переколок... Давай! Это колокол переколоколовать, да перевыкалоколовать. Надо колпак переколпаковать, да перевыкалпаковать. Дима, просто потрясающе, Дима. Спасибо. Девушки. 0,5? Да, ну понравилось. Потрясающе, да, 0,5. Справедливо. Справедливо. Давай вот это вот. Следующее. Толком толковать, да бестолком расперетолковать. Расперетолковать. Ну ладно, 5. Таня, давай первую. Архипасипасипохрип. Прекрасно. Браво. Прекрасно. Лучше. Ну, балл. Ну, 5. Полбалл. Хорошо. Давай, теперь я. У нас на дворе, подворье, погода размокропогодилась. 0,5? Нет, может не поставим, Светя? Нет, почему? А поставим? Ну ладно. Не получилось? Из-под Костромщины шли четверо мужчины. Говорили они про торги, да про покупки, про как? Да про покупки. Про крупу, да про подкрупки. Один. Ну да. Балл. Один, один. Спасибо. Лена. Следующий. Давай. Два дровосека, два дровокола, два дроворуба говорили про Ларю, про Ларьку, про Ларину жену. Давай последнюю и закончим на этом. Рапортовал, да не дорапортовал, а стал дорапортовать, зарапортовывался. Прекрасно. Ну, это очень сложная скороговорка, нужно к этому прийти. Мы убедились, что очень сложно. Нелегко. Нелегко. Иногда может приходиться педагогам дошкольного образования. Вам приходилось с детьми читать скороговорки, учить их чему-то говорить? С скороговорки? Нет. У меня было еще такого. Сказки читали на практике. Да. А скороговорки не учили. А детей читать, вы учили, алфавит. С ними нужно учить себе алфавит. Ну, мы были летом на практике. Там, как таковых, занятий не проводятся. Занятий не проводятся, да. И вот мы только читали сказки, гуляли, играли. А какого возраста у вас достижки были? Ой, у меня были, наверное, всех возрастов. От ясельной группы. Три года, два, три года. Потом были четыре, пять, шесть, семь. В общем, были все возраста. А с кем было труднее всего? С ясельной группой. А у тебя, Таня? У меня была одна группа, это были младшие. Младшая группа, три-четыре года. Девчонки, вот вы на своем факультете занимаете ответственную должность. Таня, ты студенческий декан. А Лена, ты культорг. Да. Как вам тяжело вообще? Это все-таки очень ответственная работа. Конечно, тяжело. Тем более работать со студентами. У каждого свое мнение, свои интересы, свое мировоззрение. Но я думаю, что везде можно справиться. Первый год было сложнее всего, а сейчас мы уже набрались опыта, можно так сказать. И работа уже приносит радость тебе. Ну, в любом случае, мне кажется, со студентами намного проще, чем с дошколятами. Девочки, спасибо вам большое за такую интересную беседу, за возможность потянуть нам уровень речи. Удачи вам, всего хорошего. Будьте здоровы, будьте счастливы. До свидания и до новых встреч.